Гейб Ньюилл считается своего рода иконой игровой индустрии во многих кругах. И на то есть множество причин. Он сделал многое. Сегодня GameRanks представляет вам 10 фактов о Гейбе Ньюилле, которых вы могли не знать. Номер 10. В 2017 году Гейб Ньюилл попал в сотню самых богатых людей в Америке. Кроме того, он единственный, кто из них аффилирован с игровой индустрией. Этот список не имеет никакого отношения к вашим вкусам, играм, в которые вы играете, или к Стиму. Это скорее свидетельство того, что Гейб Ньюилл точно понимал, в какую сторону движется игровая индустрия, и воспользовался этим в нужное время. Модель Стима работает и принесла ему огромную прибыль. Номер 9. Гейб Ньюилл бросил Гарвард. Кто-то сейчас скажет, что глупо упущенное образование. На самом деле его убедил Стив Балмер, который был главой отдела продаж в Майкрософте в то время и предложил ему его первую работу. На самом деле он помог создать первые три версии Windows и был очень успешен. Есть еще один знаменитый человек, который вылетел из Гарварда и оказался в Майкрософте. Его зовут Билл Гейтс, и он является его основателем. Гейб Ньюилл заявляет, что большинство вещей касательно бизнеса он узнал от Билла Гейтса. Номер 8. В 2003 году немецкий хакер украл первоначальный код Half-Life 2. Естественно, в Valve все стали паниковать. Вся их работа была вложена в поистине феноменальную и революционную игру, которая стала родоначальником современных сюжетных игр. Гейб Ньюилл придумал, как все разрешить. Он предложил немецкому хакеру работу в качестве их собственного консультанта по безопасности. Хакер подумал и согласился. Valve приготовились к собеседованию с ним. Гейб Ньюилл даже приобрел для него билеты на самолет, а заодно и передал его резюме властям. Видите ли, Гейб стукач. Хакер не повелся, его осудили в Германии, но дали лишь испытательный срок. Паренек не промах, я бы повелся. Номер 7. В 2011 году Valve анонсировали Steam Guard, совершенно новый сервис, предоставляющий улучшенную защиту аккаунта. Такие штуки анонсируют постоянно. В последнее время их даже появилось еще больше в связи с новым европейским законом по защите персональных данных. Все внезапно решили улучшить свою защиту и предлагают теперь прочитать новые условия пользования, а также поменять пароль. Так вот, Гейб сказал, что поскольку попытка украсть или взломать аккаунт является первоочередной проблемой, вполне логично сделать такой крупный шаг по защите аккаунта. Он был настолько уверен в своей системе, что показал всем свой аккаунт и пароль от Steam, предложив попробовать зайти. Насколько мне известно, не получилось ни у кого. Но если вам интересно, то аккаунт gabensobaka.valvsoftware.com А пароль в 2011 году был MuleFi TV. Номер 6. Любимые игры Гейба Ньюэла – это Mario 64, Doom и Star Trek на перфокартах. Он сказал, что это сложно назвать видеоигрой, поскольку он играл на нее на перфокартах. Они со своим братом печатали ход на перфокарте, брали свои колоды, вставляли в считыватель и ждали, пока принтер их напечатает. Каждый ход занимал минут по 10, но ему нравилось. Номер 5. В какой-то момент у Гейба Ньюэла было заболевание дистрофии Фукса. Если полностью, то эндотелиальная дистрофия роговицы или дистрофия роговой оболочки глаза. В начале 2000-х годов он описывал свои глаза как глаза мертвого человека, который скоро может ослепнуть. Он сделал две пересадки роговицы в 2006 и 2007 годах. Благодаря этому он стал видеть во много раз лучше, чем когда-либо в своей жизни. Удивительно, какие технологии используются для лечения людей сегодня. Номер 4. Во время интервью с Geek A Week Гейб Ньюэлл подтвердил, что ему нравится «Мой маленький пони. Дружба – это магия». Как вы и подумали, брони, та самая мужская часть фэндома «My Little Pony», начали сходить с ума. Его даже не спрашивали напрямую, смотрит ли он «Мой маленький пони». Существует теория о том, что он является самым богатым брони из всех. Когда я говорю, что все начали сходить с ума, то это не преувеличение. Тематические сайты по «My Little Pony» по всему интернету были заполнены заголовками о том, что к ним присоединился Гейб Ньюэлл. Я здесь могу сказать только одно. Это хороший мультик, и нет причин, чтобы он не нравился взрослым. Только не надо портить его для других. Номер 3. Помните, что Doom является одной из трёх самых любимых игр Гейба Ньюэлла? Так вот, Билл Гейтс попытался купить ID Software в 1990-х годах после успеха Дума. Всё отталкивалось от их новой бизнес-модели, которую они придумали. Она была другой и довольно неплохой, условно-бесплатная модель. ID не хотели обременять себя корпоративной средой Майкрософта. Поскольку этого не произошло, Билл Гейтс договорился с ID Software перенести игру на Windows 95. В то время Гейб Ньюэлл работал в Майкрософт, и именно он возглавил команду, занимавшуюся переносом. Возможно, это частично объясняет его любовь к Думу. Номер 2. Гейб Ньюэлл проработал 13 лет в Майкрософте и стал одним из известных миллионеров Майкрософта. То бишь в Майкрософте он заработал более миллиона долларов. На данный момент в Майкрософте работает свыше 124 тысяч человек по всему свету. Гейб Ньюэлл был 271 работником в Майкрософте. Это очень престижная работа и довольно успешная карьера, чтобы оставлять её и основывать видеоигровую компанию. На тот момент он никак не мог знать, чем всё это обернётся. Как итог, он стал одним из самых богатых людей в одной из самых богатых стран. Но даже то, чего он достиг, помогая создавать первые три версии Майкрософт Виндовс, всё равно впечатляет. Номер 1. Гейб Ньюэлл – человек щедрый. Один человек по имени Эрик Волпа, который написал Portal, Portal 2, а затем ушёл в студию Double Fine Games и работал над психонавтами, определённо очень талантлив. В 2004 году ему диагностировали заболевание – неспецифичный язвенный колит. НЕК – это длительное заболевание, которое сильно затрудняет жизнь человеку, борющемуся с ним. Оно провоцирует боль в животе, диарею, а также жар и даже анемию. Зачастую люди с НЕК начинают стремительно худеть и вообще становятся слабыми и хилыми. На выздоровление нужно немало времени и усилий. Поэтому Гейб Ньюэлл изменил описание работы Эрика Волпа в Вэлф на, цитирую, «выздоравливай», чтобы ему было комфортно работать. Ему выдали длительный оплачиваемый отпуск, чтобы он мог спокойно поправляться. В итоге, такой талантливый человек, который был многим полезен в Вэлф, смог найти подходящую работу. Это обычный человек, заслуживающий, чтобы о нём заботились, который получил шанс поправиться. На сегодняшний день Волпу проделал немало хорошей работы и сейчас работает над «Психонавтами 2». Честно говоря, это даже не должно зависеть от его таланта. Люди, на которых работают другие, должны поступать так же, как Гейб Ньюэлл в этой ситуации. У Гейба Ньюэлла определённо интересная жизнь, правда? Если вам что-то из этого показалось крайне интересным, пишите свои комментарии. Либо рассказывайте о Гейбе Ньюэлле то, что может всех заинтересовать. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.